Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Мурат Жанкиозов. В череде праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Карачаева Черкесии, еще одним ярким событием стало сегодняшнее официальное открытие в Черкесске главного краеведческого музея-заповедника первыми гостями, которые познакомились с экспозициями музея, стали глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и школьники республиканской столицы. Смотрите подробности. Обновленный музей включает в себя три зала. Первый – природа Карачаева Черкесии представлен двумя демонстрационными залами – геологическое прошлое и флора и фауна. Удивительно и разнообразна природа региона и вызывает неподдельный интерес у подрастающего поколения. Мне больше всего понравился экспонат, где показывают животных. Да, мне больше всего понравилась ласка. Понравились вот та броня, которая из колец состоит. Ты трогаешь, как будто бы какой-то стресс. Геологическое прошлое республики открывается в зале археология – экспозиционным разделом «Земля и Вселенная». В ее составе есть такие редкости, как бивень южного слона длиной около трех метров, обитавшего здесь миллион лет назад. Долгое время считалось, что у нас в Карачаево-Черкесии самые ранние памятники обнаружены, относятся к эпохе Муське. Ну, это 200-1000 лет назад. А обнаружены в последние 80-е годы, в середине 80-х годов, в пещере Треугольной, что в Урубском районе, на горе Баранаха. Удревняют нашу Карачаево-Черкесию еще на несколько сотен тысяч лет. И где-то как минимум 500 тысяч лет. Вот это камни самые древние на территории Северного Кавказа, можно сказать. Эпоха бронзы знаменита культурами Майкопской, Кабанской, Северокавказской. Эпоха раннего железа рассказывает свою историю предметами из поселений и погребений в виде наконечников, копий и стрел, конской упляжи, кувшинов и украшений. Больше всего мне понравился, наверное, археологический отдел музея. Там довольно красивые браслеты, застежки всякие, ножи сохранившиеся, топорики. В принципе, музей очень красивый, много хороших экспонатов. Третья экспозиция «Дом музыки» создана из материала фондов музея, переданных в дар музыкантами. Приятным дополнением мероприятия стал концерт Камерного оркестра Госфилармонии. Все это великолепие стало возможным благодаря проведенному в прошлом году капитальному ремонту здания. И благодаря ремонту у нас появилась возможность открыть два зала постоянные, да, и тем самым мы спасаем наши экспозиции, которые уже не на полу, а они в витринах, как нужно, с климатическими параметрами, которые должны выдерживаться. Даже само здание музея является памятником архитектуры начала 20 века с оригинальной архитектурой, а вход в Краеведческий музей с 5 по 12 сентября бесплатный для всех жителей и гостей республиканской столицы. Мурат Женкёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Эту боль не способно вылечить даже время. В селе Кастахи-Тагурово прошло, ставше уже традиционным, траурное собрание в память о жертвах теракта в школе номер один города Беслана. Мемориал, как и в предыдущие годы, посетили члены правительства республики, депутаты регионального парламента, а также представители общественности и духовенства. Ахмат Халкечев продолжит. В начале памятного собрания представители духовенства провели поминальный обряд. В трагические дни сентября 2004 года, безо всякого преувеличения, можно сказать, что вся наша огромная страна замерла, затаив дыхание. Все искренне надеялись на благополучный исход. Но тяжелые переговоры с бандитами, которые шли три дня, так и не увенчались успехом. В 13.05.3 сентября в здании школы произошел взрыв и начался силовой шторм. Терроризм – страшная примета нашего времени. Воплощение боли, слез, страха, невозвратимых потерь и человеческого бессилия перед безумным и жестоким насилием, которые не признают закона, морали и права. Никакие слова утешения не могут смягчить бой и страдания тех, кто потерял близких. То, что сделали бандиты, нельзя измерить. Они погубили самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого народа – детей, говорили выступавшие на мероприятии. Я с первого дня видел все тяжести, всю трагедию вот этого события и, конечно, невозможно передать трагичность этой ситуации словами. И тем не менее, братская Карачаева-Черкесия была рядом и во время этой трагедии. И память, которую сегодня сохранили здесь, это невозможно недооценивать. Я хочу персонально от имени остинского народа, руководителю республики, темрезову Рашиду Борисбевичу, выразить свою благодарность. В День солидарности в борьбе с терроризмом в нашей стране чтят память всех жест человеконенавистической идеологии. Но сама дата 3 сентября неразрывно связана с бесланской трагедией. Изверги совершили самое варварское и бесчеловечное преступление. Плену у террористов были 1128 человек. Кошмар, продолжившийся трое суток, унес 350 жизней, большая часть из которых – дети. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь и туман, ветер северный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днём 15-20 градусов тепла. И местами до плюс 14. В южных районах чрезвычайная пожароопасность. В Черкесске облачно, ночью и утром слабый дождь, днём – бессущественных осадков. Ветер северный – 5-10, температура ночью 10-12, а днём – 18-20 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка – 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон – 8-938-030-30-50. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-9000. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агрос 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14-16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на минводыагра.рф. 12+. Мы продолжаем нашу программу в прямом эфире. В годовщину окончания Второй мировой войны прошла акция «Диктант Победы». 50 площадок были открыты в школах, СУЗах, ВУЗах и в Управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Участие в акции принял глава Республики Рашид Тимрезов, представители партии «Единая Россия», депутаты, члены правительства, школьники и студенты, жители Республики, представители силовых структур и ведомств. Всего на офлайн-площадках «Диктант Победы» написали более 3000 человек. Это одно из тех мероприятий, которое позволило прикоснуться к исторической памяти, узнать новое о прошедшей войне и ее героях. Тема диктанта – события Великой Отечественной войны. Качагул имени Умара Алиева стал одной из площадок. В акции участвовали коллектив университета во главе с ректором Таусултаном Узденовым, представители местной администрации, общественных организаций, а также жители и гости Карачаевска. В селе Учкекен Малокарачаевского района открылась автодорога, которая была отремонтирована по поручению президента России. Пару лет назад жители нескольких домов по улице Богатырева попросили решить их проблему, и вот к 100-летию Карачаева-Черкесии все необходимое было выполнено. Сегодня на месте побывал Артур Мхце. Для жителей нескольких десятков домов по улице Богатырева эта дорога – единственная возможность быстро добраться до основной инфраструктуры села Учкекен. На протяжении многих лет они пользовались гравийкой, которая в период непогоды превращалась то в сплошную пыль, то в труднопреодолимый каток, из-за чего поездка на работу или в социально значимое учреждение становилась настоящим испытанием. Пока я снизу приеду, пылесос, полный пыль, а сейчас вообще хорошо. Люкс. Люкс, как говорят люди, стал возможен после обращения к президенту России. Сельчане рассказали о проблемах, объяснили важность их скорейшего решения. Крутой подъем и отсутствие водостоков порой служили для них непреодолимой преградой, особенно в зимний период. Глава республики дал указание. В прошлом году были выделены деньги в размере 10 миллионов 115 тысяч на укладку асфальта. Длиной в 1300 метров был уложен асфальт. Общая квадратура 9 тысяч квадратов асфальта была здесь уложена. Но в прошлом году мы не смогли отвезти воду. В нынешнем году удалось выполнить все необходимые работы. Так были приобретены и установлены телескопические лотки для водоотведения. И вот к столетию Карачао-Черкесии жители одного из микрорайонов Учкикена наконец-то получили в распоряжение качественно уложенный участок автодороги, который соответствует их пожеланиям. Если в перспективе здесь будет установлен и тротуар, улицу Богатырева можно будет считать полностью удобной для передвижения. Артур Мухци Алибастанов, Вести Карачао-Черкесия, Малокарачаевский район. Народная артистка России Диана Гурцкая подарила свое творчество жителям Карачаева-Черкесии. Популярная российская певица выступила в Черкесске на сцене амфитеатра. В торжестве, посвященном 100-летию Карачаева-Черкесии и Году людей с ограниченными возможностями здоровья, участвовали и творческие коллективы республики. Репортаж Светланы Шагановой. Все песни о родной, красивой, дружной Карачаева-Черкесии. Вековой юбилей республика празднует большой национальной семьей, в которой говорят на разных языках, но всех нас объединяет мир, согласие, единство, добрососедство. В амфитеатре «Аншлаг» и главные зрители – ребята из социальных учреждений, дети-инвалиды, представители общества слепых. Этот год глава региона Рашид Тимрезов объявил годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди участников концерта – талантливые исполнители, для которых инвалидность – не приговор. Они творчески развиваются и на одной сцене с профессионалами дарят всем свои песни. «Аншлаг» Именно любовь зрителей излучает свет тем, для которых мир хоть и стал черно-белый, но через волшебное стекло они смотрят своим ярким и добрым взглядом. На сцене особенная певица Диана Гурцкая, нежная, хрупкая, с хрустальным голосом, доказала всем, что для творчества нет преград. И, как она говорит, мы такие же, как и все – живем, любим, растим детей, поем. ПЕСНЯ 17 лет назад Диана Гурцкая создала благотворительный фунт «По зову сердца», который помогает незрячим и слабовидящим детям. Как признается певица, мечта была давно – помогать детям самореализоваться в этом непростом мире. И здесь не нужна жалость окружающих, нужна поддержка. Мир не без добрых людей. Еще раз говорю, я живу ради наших деток, ради наших ребят. Если мне что-то удается в этой жизни делать, я счастлива. Председатель правительства Мурат Аргунов поблагодарил народную артистку России за великолепный концерт, за торжество, которое Диана Гурцкая разделила вместе с Карачаевой-Черкесией. Я позвольте от имени главы республики Рашида Борисовича Тимбезова поблагодарить за то, что вы поддерживаете нашу республику. Вот этот полный зал показывает, насколько ваше творчество уважает и любит нашей республики. Любимые хиты зал пел вместе с Дианой Гурцкой. На концерте исполнилось и желание поклонницы, творчески одаренной девушки из Хабеза, Марианы Кемрюговой. Она встретилась со своим кумиром и пела в унисон с яркой звездой по имени Диана. Ты здесь! Чувствую я тебя! Раду я тебе, любя! Она такая классная, общительная. Она меня сразу узнала. Сказала, я вас узнала. Я ее очень-очень люблю. Я ее очень-очень люблю. Спасибо вам за тот свет, что вы даете мне сейчас. Поскольку я этот свет чувствую от вас, от тепла, которое вы излучаете. Подайте мне, это можно, может быть, и не видеть, но чувствовать. Спасибо! В финале концерта Диана Гурцкая наградила победителей спортивных состязаний, воспитанников спортшкол. И расставаясь, поздравила Карачаеву Черкесию с юбилеем. Удачи, успеха, много-много улыбок, всего самого наилучшего. И я бы себе пожелала бы еще раз приехать сюда, потому что мне здесь очень понравилось. Здесь очень тепло, здесь очень чувствуется добро. И я очень-очень полюбила всех вас. Слава Шаганова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Елизавета». Всего доброго!